Михаил Ченаков корейским языком не владеет. Зато он знает, его тэнджонский друг неплохо говорит по-английски. Семья Ченаковой готовилась к приезду гостя старательно. Изучала местные обычаи, нравы и, конечно же, корейскую кухню. А вот Михаилу интересно больше узнать о самой стране, Южной Корее. Самая республика Кореи, она была разденена на ВИИ, благодаря Советскому Союзу Америки. И меня интересно было узнать, у них же вроде бы как идет холодная война. То есть, это тоже интересно узнать, как и отношения другие, и положение в стране. В течение шести дней японские и корейские дети пробудут в русских семьях. Днем занятия в группе, вечером отдых в кругу семьи. Мы спросим, во-первых, насколько он устал, потому что они сутки в дороге. И в первую очередь мы предложим ему просто отдохнуть. У нас будет обед дома, мы соберемся все с семьей. Я постаралась приготовить что-то близкое, например, рис, рыбу, что-то такое близкое к корейской кухне. А затем мы предложим поехать на дачу. Встречают гостей тепло и дружелюбно, ведь ребята уже заочно знакомы. До приезда в Новосибирск каждая пара общалась в интернете. Сапа Рейт и Джон на протяжении десятка лет побратимы с Новосибирском. Но вот корейцы в столице Сибири впервые. К нему принесла любезнь в городе Теджона, а что он не мог. Инициатором проекта пребывания молодежных делегаций Сапара и Теджона выступил Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска. С 1993 года дети из России два раза в год приезжают в Сапара. В этом году в Россию приехали корейцы. Благодаря такому проекту дети ближе знакомятся с традициями и обычаями этих стран, что играет немаловажную роль в развитии молодежных отношений между Россией, Кореей и Японией.